Так, и сейчас пробегусь по вопросам. Ребят, сразу же, чтобы не забыла, показать вам. Никотиновая кислота вот такая вот просто. В ампулах 10 ампул по одному миллилитру. Ценника нет, я чек не взяла. Не знаю, сколько она стоит, но она недорогая. Вот, потом вот такой вот сок алоэ. Он на спиртовой основе 50 миллилитров. Вот, и вот такая вот настойка прополиса. Вот она 25 миллилитров. Сейчас, секунду. У меня эфир потихонечку. Так, в каких пропорциях? Смотря сколько густые у вас волосы. Если вы будете делать полностью все, все 10, то есть 10 миллилитров в ампулах. А, нет, сейчас я достану. Там как бы их немного, не видите, какие? То есть там немножечко. Но я делаю на свою голову всю линейку. Если вы будете 5 брать, там половинку, например. Смотрите, сами рассчитайте. На всю полностью, на все 10 ампул я делаю половину, выливаю. Половина сока алоэ, видите, вот он такой вот полный бутылек. И половина прополиса. Он вот такой вот не совсем полный бутылек. Вот, это на 10. Если вы будете 5 брать, то считайте, что у вас получается еще меньше. То есть один флакон этого и один флакон этого получается на 2 упаковки никотиновой кислоты. Как она? Да, никотиновой кислоты. Поэтому сами решайте, как вам сделать. Смотрите сами, какая у вас густота. Смотрите сами, какая у вас длина. И делайте. Единственное, что могу сказать, сколько это делать. Это делается, то есть если вы, например, проскрабились, я не рекомендую много скрабить голову. То есть, ну, вообще скрабить голову можно раз в полгода. Мне кажется, чаще даже не надо. Раз в год, раз в полгода. Этого будет вполне достаточно. Вот, это первый момент. И второй момент. Вот вы, например, сегодня проскрабились. И потом вы в следующий раз моете голову, кто через сколько там, кто через день, кто через три дня, кто через неделю. Вот когда в следующий раз будете мыть голову, наносите вот эту вот маску на час, на два, на три. Кто на сколько. Я очень часто наносила практически на всю ночь. Ребят, у меня почему-то интернет тормозит. Скажите, как меня слышно и видно? У меня нормально. Нормально, да? Ну, все, тогда продолжи. Сколько делать вот эту маску? Я бы рекомендовала сделать ее от пяти, раз в пять-семь. Потом поменять. Если хотите, можете сделать десять раз. Вот. Я делала максимально это десять раз. То есть это занимало там какое-то время. То есть если раз в три дня моете голову, то вот там сами посчитайте, сколько это будет. Потом можно поменять маски. Вот. Такие маски поменять я потом на двадцать одном дне скажу еще. Я попробую еще одну масочку сделать себе. Вот. И вам скажу рецепт, результат. А вы уже сами будете смотреть, насколько вам это интересно. Вот. По маске я вроде бы ответила, как обещала. Сейчас я приступаю к вашим вопросам. Сейчас я найду. Где я ответил? Просмотреть. Так. Так, так, так. Наверное, вот отсюда. Если что, зададите, ребят. Нестрогая автономия. Да, меня тоже веселит этот момент, когда, говорит, я вышел на автономию на два дня. Вот. Ну, если так приятно говорить, как бы я не против. Так, у моей мамы сейчас ситуация после травмы, перелом кости, когда у нее ограниченная подвижность. Задумался, как можно и можно ли вообще реализовывать рекомендации марафона для практики чистых дней в ее случае. На себе понял, что движение очень важный фактор, чтобы работала обменка, шло движение крови, насыщение кислородам, успокаиваться, ум и тому подобное. Но если человек пока двигается только в пределах квартиры, для него вечерние прогулки и спорт недоступен. Стоит ли начинать вхождение в чистые дни в таком малоподвижном положении? Не будет ли эта практика неправдоподобной и нести повышенные риски для нее здоровья, ввиду того, что она не сможет за счет движения и активности нейтрализовать повышенный уровень токсинов? Не знаю, как вас зовут, но смотрите, я же не знаю, сколько маме лет, какой у нее образ жизни, какое у нее питание, какие у нее заболевания, на каких препаратах она сидит. Поэтому сказать вам, стоит ей выходить в чистые дни или нет, я не могу однозначно. Ну, это было бы глупо сейчас, да, сказать, там, а, иди, еще что-то. Смотрите сами по здоровью мамы. То есть я же здесь даю максимально, ребят, информацию, чтобы вы сами могли отслеживать свое здоровье, свое состояние. Как вы вообще сможете, какая у вас работа, сможете ли это совмещать с работой, Сможете ли это совмещать еще с чем-то? Смотрите сами. Эфиры сохраняются в Ютубе или только на время марафона? Эфиры трехдневные, они будут в Ютубе, они останутся трехдневные. На 21 день там уже и будет их в открытом доступе. Да, вот, в Ютубе они будут сохранены, если сам сервис в России не отменят. Но в открытом доступе будет только трехдневный марафон. Да, тут вот пояснение пришло. Спасибо. Светлана, скажите, пожалуйста, от чего могут темнеть ступни ног? Спасибо. Мол, хоть от носков красится. Ребят, тут очень много факторов. Что значит темнеет ноги? Идет пигментация на конечности, либо идет, как темнеет, если вы чувствуете, что это идет, как запеченная кровь, как синяк. Нужно смотреть, что такое темнеют ноги, либо это гангрена идет. То есть я не знаю, какая у вас ситуация. Тут очень сложно сказать. Вот еще второй такой же вопрос. Ну, ребят, я не знаю, ну, не могу сказать, я вам не могу ответить. То есть что с вашими ступнями, не знаю вашего образа жизни, я не знаю вашего рациона питания, я не знаю, почему у вас идет такое. То есть ноги – это вообще, если что-то связано с ногами, если идет какая-то деформация ступней, это идет отторжение от верхнего слоя земли. Верхний слой земли – это тот информационный уровень, который мы спокойно можем брать, в котором мы можем учиться. Почему у вас это отторжение идет? Это нужно уже здесь разбираться. Светлана, почему появляется вот это иммунное заболевание, ревматоидный артрит в частности? Ребят, у меня есть целый эфир про ревматоидный артрит на Ютубе. Посмотрите, пожалуйста. Я там прям подробно рассказала, откуда это идет, почему это получается. И прям вот копнулась с детства. Загляните туда, посмотрите, вот на Ютубе есть это. Подходит ли кокосовое масло для замасливания? Кокосовое масло для замасливания, я бы не сказала, что оно особо подходит, потому что оно имеет место быть, что оно густеет, и там будет немножечко не тот процесс происходить в желудке. То есть оно великолепно для чистки зубов, для чистки полости рта, для волос, для кожи, для многих моментов. Но именно для замасливания я бы не очень. От чего или от кого могут быть прощи на шее и спине? Если съест сыр или сладко, на второй-третий день обсыпают. Ну, вы же написали. Пока не перешла на веганское питание, были прямо незаживающими. Ну, вот у вас воспитание, вот так вот оно вам показывает. Смотрите, у нас организм показывает всегда, где у вас проблемные зоны. Проблемные зоны с восприятием чего-либо. То есть шея и спина. Что такое шея и спина? Это когда вы такой вот прям вот я все могу, я все сделаю, ты отдохни, я сама. И вот это вот любители контролировать чего-нибудь, да? А что ты сделал? А покажи, как сделать. Давай лучше я сама сделаю. Я быстрее, я лучше, там еще что-то. За детей очень часто делаем, за мужей очень часто делают, особенно женщины. И вот эта вот проблемная зона в тебе и твое питание, тебе это сразу же выдает. Что тебе нужно подправить именно в тебе? Питание просто так не срабатывает. Если у тебя полная гармония внутри, то какое бы ты питание ни съела, оно тебе ничего не даст. Но, опять же, если у тебя полная гармония внутри, то тогда уже появляется вопрос, а съешь ли ты что-нибудь такого эдакого? Уже, скорее всего, нет. Вот. Поэтому ты не просто же так сладкая и сыр. Сыр – это вообще первое, от чего можно отказаться. Это же соль голимая, молочная голимая соль. Она, ребят, я не скажу вам, что она прям что-то вам даст. Она даже удовольствия не даст. Когда вы едите сыр, вы себя прочувствуете, что вы чувствуете. Когда вы съедаете сыр, потом у вас наступает в течение часа. Это вот прям по максимуму в течение часа. Наступает какая-либо ситуация, которая вас выведет из равновесия. Вот просто отследите. Это может быть, я не знаю, там, наступили на игрушку, порвался носок. То есть это может быть какая-то мелочь. Пошел дождь, когда вы захотели погулять. Вот какая-то мелочь, может быть, вообще элементарная мелочь. Но это обязательно произойдет. Обязательно. То есть ваш гормональный фон настолько меняется, когда вы едите сыр. Он у вас настолько скачет. Ваша поджелудочная там настолько вся сжимается от сыра. Если бы вы видели свои внутренние органы, вы бы сказали, боже мой, не-не-не, только не это. Спасибо, Света, за ответ. Хочу сказать, что вот, что касаемо моего поведения, это вообще в точку. Просто я в шоке сижу. Все, здорово. Будем дальше разбирать. Есть кто избавился от псориаза на совсем? Желательно личный опыт. У меня личного опыта нет, но у меня была женщина, я уже рассказывала, которая избавилась от псориаза. У нее были даже корочки на голове, вот эти вот, даже волосы не росли. Это записано у меня в каком-то из эфиров. Так, хочу поделиться своим наблюдением по марафону. В конце второго дня уже чувствую результаты. Аппетит успокоился. До 16 часов вообще еди не вспоминаю. Ем 18 и потом еще ближе к 22. Первый прием в пище, фрукты, второй овощи и зелень. Как Светлана рекомендовала. Гуляла, спорт по своей схеме, сделала скраб головы. Класс, молодец, Светлана. Так, Светлана, очень интересная тема про ревматоидный артрит. Выше тоже есть такой вопрос. Ребят, целый эфир, час про ревматоидный артрит. Заходите на YouTube. Если я не забуду, я вам скину в чат этот, попробую найти. Если забуду, может быть, кто-нибудь скинет в чат этот эфир. Там он есть. Вечерний эфир уже сейчас идет. Светлана, интересно, как душа находит нужного человека для дальнейшего развития? Еще два дня назад я не знала о вас ничего, а сейчас знаю, что мне именно сюда. Понимаю, что лишних людей на эфире тоже нет. Каждый пришел за своими пазлами. Первый раз в эфирах услышал 90% новой информации, сижу, конспектирую. Хочу спросить о вашем отношении к медитации без визуализации для проработки энергосистемы. Насколько это эффективно? Благодарю, что делитесь. Но вообще, что касаемо медитации, я могу вам сказать однозначно, что ты практически все свое время находишься уже вот в этом медитативном состоянии. То есть ты уже на определенном этапе, ты уже понимаешь, что ты смотришь, не сказать, что сверху, да, а ты есть все вот это смотрение. И ты видишь, замечаешь каждую мелочь. Но в определенный момент ты как бы не делаешь акценты, чтобы не перегружать себя. И ты постоянно находишься в этом состоянии. Вот, если люди, которые медитируют, как бы это здорово, да, это здорово, это успокоение ума. И могу сказать вам такую легкую-легкую практику, которую вам рекомендую делать. Тоже сейчас скажу, сейчас я принесу вам, чтобы показать наглядно. Ребята, я рекомендую вам купить вот есть такая вот маска для сна. А есть такая же маска с гелем внутри. Гель. Вот он там может доставаться. Вот такая вот маска. Вот у меня вот эта маска стоит рублей 300, наверное. То есть она недорогая. А у меня есть как на Велбересе, так в обычных магазинах. Вот. И она у меня просто лежит в холодильнике. Иногда, когда мне хочется там какие-то новые состояния, я ее одеваю. Почему это маска? Смотрите, когда вы одеваете ее, в морозилку лучше не надо, потому что очень вот сильное напряжение на глазные яблоки. А в холодильнике, когда она просто охлаждающая, слегка охлаждающая, очень приятно. И вот эта вот масочка, одевайте ее, и вот этот вот легкий холодок, когда идет, он успокаивает глазные яблоки. И когда у нас глазные яблоки не двигаются, когда они у нас без движения, у вас нет мыслей. Попробуйте. Это очень простая практика. Чтобы отказаться от мыслей, если вы начинаете контролировать свои глазные яблоки, внимание сюда, а эта маска за счет вот этой вот прохладности вам спокойно даст быть вниманием в этом холодке, у вас не будет мыслей. Это вообще иное состояние. Попробуйте. 300 рублей, и все. И ваши мысли ушли. Спасибо за пазл, Светочка. Так, сейчас дальше. Так, ну я про душу сейчас не буду рассказывать, потому что, ну, эта информация, в принципе, не для всех. Ну, если вы, я не знаю, Ева, есть ли вы на 21 дне? Если есть, то мы там сделаем эфирчик такой. Да, я буду на 21 дне. Все. Так, всем добрый вечер. Полтора года назад болел вирусом модным. С того момента, не могу сейчас говорить, потому что иначе YouTube заблокирует это, потому что нельзя эти слова вслух произносить. С того момента плавно сменил питание с вегетарианства на сыроедение. Последний месяц питаюсь овощи, фрукты, вода. Спорт и разные практики приветствую. Света, направь, пожалуйста, как восстановить мыслительный процесс, память, вернуть вкусы, запахи, ощущения. Мыслительный процесс и память восстановить, я говорила в первом эфире, эта травка гинкобелоба очень хорошо помогает. Я рассказала, что, и вы можете прочитать про нее. И я как раз там очень, в первом эфире, я там очень много всего порассказывала, как и что на нас влияет спорт. Вот. Восстановится мыслительный процесс, память, память. Память тут такая вещь, я уже говорила про нее. Не всегда память нам нужна, чтобы ей пользоваться. Все опытные знания, они уже есть в этом пространстве, они уже в нем присутствуют. И когда вы научаетесь быть в этом пространстве, как единоцелое с пространством, с этим информационным слоем, то вам, как таковая память, она не нужна. Вы берете ту информацию, которая вам нужна, те знания, которые вам нужны в тот момент, когда вам нужны. Это как в библиотеке. Просто нужно знать, что на какой полке стоит. Вот меня когда спрашивают какие-то вещи, я же о них никогда не думала, я же о них никогда не размышляла. Просто я говорю, потому что они есть в этом информационном поле. Но я вам сказала, например, что-то, а вы меня там через пять минут спросите, а я этого не помню, потому что эта информация была для вас. Поэтому память здесь такое двоякое понимание, нужно ли это. Как вернуть вкусы? Мне кажется, вам любой автоном скажет, какой ты счастливый. Зачем тебе вкусы? Ты же так можешь легко отказаться от всего, если у тебя нет вкусов. Запахи и ощущения. Запахи и ощущения, они, в принципе, восстанавливаются. Ощущения, они восстанавливаются, когда вы уходите вглубь себя. И запахи, они тоже открываются. Чем больше вы будете практиковать сухие дни, тем больше у вас будет рецептор. То есть у меня тоже есть эфир. Я не знаю, где. В открытом доступе он, либо в клубе. Возможно, в клубе. Про нос я говорила, что нос – это наш второй мозг, второе сердце. Я там как раз раскрыла, что такое нос и почему он так. По-моему, в клубе есть этот эфир. Вот. Скрабить голову на сухие волосы или сухой щеткой? Ой, ребят, ни в коем случае не щеткой. Скрабить голову. Ну как, волосы, да, сухие, чтобы было маслице, и подушечками пальцев, потому что вы не заметите, как вы настолько продерете кожу, потому что когда вы будете смывать ее, если будет чуть-чуть горячеватая вода, у вас просто будет так щипать. Поэтому очень-очень аккуратно. Лучше не доскрабить первый раз, а потом вы поймете, как это делается, чем перескрабить. Поэтому очень аккуратно. Вообще не понимаю, какая может быть физическая нагрузка при таком питании. Полная слабость, голова как в тумане, хочется твердой еды, чтобы было ощущение наполненности. Но это интоксикация. А как вы хотели, чтобы перешли и сразу же летать начали? Нет. У всех по-разному. У меня тоже была слабость. Не сразу же у меня было. Но надо разгонять. Все равно надо разгонять. Нужно выводить эти токсины. Либо жить с ними, либо выводить. Это уже тоже... Это ваше решение. Это ваше тело. Губы трескаются, сушатся дальше. Пить травы. Может, побольше воду пить. А вообще-то я пью много фруктов, тоже ем. Губы сушатся не из-за воды. Неважно, сколько вы будете пить, когда у вас идет переженье. То есть на губах больше всего скапливается у нас грибка. И поэтому они сохнут. Вот эти вот бывают, что здесь вот заяди, да, их называют. И вообще, ребят, могу... Кокосовое масло особо не помогает. Могу сказать однозначно, когда очень сильные вот эти вот корочки, оно не очень помогает, если только проскрабить. Вот. Но я сейчас покажу вам еще один крем, когда бывает, что на сухие заходите, и ничего, вообще ничего не помогает. На губах они настолько... Вот эти вот корки через каждые пять минут, и они прям вот... Ты не том, что улыбаться не можешь, а говорить не можешь. Прям они вот в кровь раздираются. Я сейчас еще покажу вам крем, который у меня есть. Я его заказываю всегда. Может быть, некоторые скажут, что там он вредный еще какой-то, но это единственный крем, который мне в свое время помог пережить, потому что у меня губы трескались так. Это была просто боль адская. Они у меня прям все были растресканы, и они не проходили. Единственное, чем я спасла. Сейчас покажу. Спасибо. Это вот такой вот крем. Я его заказывала на Вэлдберрис. Вот. И только он у меня убрал вот это вот воспаление. Больше у меня ничего не помогал. Вот он вот такой вот желтенький. И он чем-то напоминает, наверное, нашу звездочку. Помните все, наверное, да, вот эти вот СССРовские звездочки? Звездочка я не пробовала. Может быть, подобный эффект будет звездочкой. Но вот этот вот он у меня был, вот он у меня уже много-много времени. И у меня даже... У меня они в отложенных всегда, он есть на Вэлдберрис. Думаю, если мало ли что, чтобы его можно было заказать. Если кому-то интересно, то можете посмотреть. Если кто-то может попробовать звездочкой просто смазать. Ну, мне вот никакие крема, никакие... Вообще ничего не помогало. То есть у меня было прям страшно. Страшно было с губами. Светочка, а можно ссылочку в Валдберрис на этот крем? Потому что на нерусском написано. Пожалуйста. Окей. Скину, ага. Значит, сушность это не от травы, да? Нет. Нет. Это гормональная перестройка идёт. Гормональная перестройка идёт. Когда у нас идёт гормональная перестройка, наши все грибы и паразиты, они начинают бунтовать. Им это не нравится. И мы начинаем собирать, пожинать вот эти вот плоды. Пятки начинают трескаться жутко. Сегодня только это обсуждали, да? Губы трескаться начинают. Руки становятся сухие, такие прям морщинистые становятся. Думаешь, что ж такое-то? Вот, вроде как, что-нибудь сделаешь, думаешь, да нет, вроде ещё кожа не старая. Вот. А какой-то период времени, вот ты помажешь там каким-нибудь маслом, кремом, ещё чем-то. Буквально пройдёт там несколько минут, там меньше десяти минут, и они опять в мелкую морщинку сухие. Думаешь, да что ж это такое? Это как раз не от недостатка воды, а когда у вас начинается вот этот бунт этих паразитов на фоне гормональной перестройки. Кожа всегда сухая, зимой особенно. Что делать? Коллаген и рыбий жир помогают? Если есть дефицит витаминов и минералов, то при голодании это не ухудшит ситуацию. Я коллаген, ребята, никогда не пила, никогда не пробовала. Кожа сухая. Кожа сухая. Ну попробуйте добавить в свой рацион авокадо. Вот. От авокадо очень маслянистые волосы получаются, и кожа она такая. Экспериментируйте. А что касаемо дефицит витаминов, я не могу вам сказать насчёт витаминов, потому что я могу абсолютно точно сказать, и я уже говорила, что есть люди, которые живут, например, там без В12. И это факт. Врачи просто говорят, что там вот вы приспособились. Я когда сдавала там в определённые анализы, у меня тоже все там по нижней планке были витамины, мне тоже сказали, как бы, ну это ваше рабочее состояние, да, как гипертоникам говорят, что у вас там не 130 давления, а там, например, там 160, говорят, нормально, это ваше рабочее давление. Нифига. Нет такого рабочего давления. Свет, такой ремарочка, вы два года ничего не кушаете, откуда у вас витамины? А кто сказал, что они у меня есть? Ну, так я о том же. Всё это чушь. Да, вот Настюшка сбросила как раз в чат вот ревматоидный артрит. Спасибо, Настенька. Скажите про кровоточивость дёсен. Кровоточивость дёсен. Ребят, блин, так неохота бежать. Просто вам расскажу. Тоже есть и на Велбере щётки бамбуковые с мягкой щетиной. Вообще, берите щётки только натуральные с мягкой-мягкой щетиной. Я вам всё-таки покажу, её принесу, потому что они есть разные. Сейчас я вам покажу. очень-очень классные, которые не корябывают вообще зубы и очень хорошо массируют дёсны. Сейчас. так, ребят, у кого-то там микрофонтик включён. Выключите, пожалуйста. Выключила. Я выключила. Вот смотрите, они обе бамбуковые, да, одна широкая, другая маленькая. Вот эта вот широкая, вот если вот вы увидите, она всё равно, она как бы, она для чистки зубов, она тоже мягкая-мягкая, для чистки зубов подойдёт, но для дёсен нет. А есть вот такая вот. И вот я не знаю, насколько вам видно, она очень маленькая. И она, знаете, она на ощупь такая, как детский ластик. Вот. Она практически, щетинки у неё не чувствуются. Она как будто бы много-много ткани. Не щетинок, а ткани. Татьяна, выключи, пожалуйста, микрофончик. Вот. И вот этой вот щёткой, она тоже рублей 300, наверное, может быть, меньше стоит тоже на Велберис. Очень хорошо, если кровоточат дёсны, очень хорошо прям, когда вы чистите, особенно чистите, когда травками с... Господи, как они? Травки с кокосовым маслом, либо просто кокосовым маслом. Когда вы начинаете вот так вот массировать, прямо дёсны вам скажут огромную благодарность. Вот. Но и ещё кровоточивость дёсен, это ещё бывает от того, очень много бывает у сыроедов, потому что они едят пищу либо совсем мягкую, либо совсем твёрдую. То есть вы же... Чаще всего сыроеды редко едят вот там какую-то среднюю консистенцию. То есть это либо твёрдо, либо мягко. И за счёт этого получается, что когда твёрдо идут, в дёсны упирается еда, а когда мягко едят, они не укрепляются. И можете просто, я уже говорила, ребята, можете просто начать свои зубки, дёсинки тренировать. В любой аптеке для деток есть всякие кольца, всякие жевалки, но они в виде кольца или в виде бабочки, неважно. Внутри тоже охлаждающий гель, но вам не важно, что охлаждающий гель или нет. Просто покупаете вот для зубов, детская штука для зубов. И начинайте с одной стороны, спереди и с другой стороны. И начинаете как бы тренировать зубы, дёс, как бы жевать вот так вот её. И у вас тренируются, получаются зубы, дёсны, у вас они укрепляются, зубик укрепляется в десне, и кровоточимость, она проходит. Вот. Но если это, и ещё можно, ну ещё, конечно же, это травки, то есть чистить травками, это очень хорошо. Травки с кокосовым маслом. Вот. Скажите, когда пробую медитировать, через 10 минут тошнота, прям сильно, что не так делаю? Ничего не так делаешь, всё так делаешь, просто у тебя идёт непринятие нового состояния, и ты задай себе вопрос, почему ты не хочешь выходить в новое состояние, почему тебе так хорошо, то, что, то, что, как ты живёшь сейчас, почему ты готов жить так, как ты живёшь, но не хочешь, где у тебя есть протест от самого себя. от походов на целый день лучше отказаться, всё постепенно лучше, один-один раз лежало, три дня меня тошнило, не поняла вопроса. Светлана, упомянули, что стоите на гвоздях, поделитесь, по сколько минут, как часто, и что вам это даёт? Спасибо. Ребят, по-разному стою на гвоздях, мне бывает, что хочется, бывает, вот я про них забывала, там, на какое-то время, там, на несколько месяцев, тут полезла за новыми резинками, гвозди, встала на гвозди, стою максимум 40 минут, больше не стояла, потому что потом желание проходит, то есть 40 минут, как правило, хватает войти в определённое состояние, больше там, а, нет, вру, ребят, стояла один раз, всю ночь стояла, да, был у меня такой момент, я ещё в другом городе жила, я помню, что было лето, и какое-то вот такое, ночь такая вот прохладная, яркая вот эта вот луна, звёзды, и я тогда вот эти вот гвозди вынесла на улицу, и встала на них, и я уже потом, я с них слезла, когда уже светало, я не знаю, сколько это было часов, там, 4-5 часов, вот такое вот было один раз, простояла всю ночь, просто стояла и смотрела на луну, вот такое вот у меня было, вот, что это даёт, ну, новые состояния, новые состояния даёт, попробуйте крем для сосков, Пурилан, пользуюсь, для меня супер помогает, а, ребят, я тоже пробовала крем, вот, но у меня, видимо, была такая запущенная, запущенная такое, гормональное состояние, мне вот не помог, попробуйте, может вам поможет, вот ещё тут пишут, всякие рекомендации, а, Светлана, у вас высокая вибрация, у вас вибрация высокая же, а мы на разных вибрациях, но мы видим вас, это как у нас разные вибрации, так как у нас разные вибрации, ну, ребят, у меня не настолько высокая вибрация, чтобы вы меня не видели, мне, мне, конечно, очень приятно это, но я не так далеко от вас ушла, может быть, ещё и вы дальше меня ушли, если так, по-честному, просто кто-то говорит об этом, кто-то не говорит, я просто говорю, рассказываю, вы думаете, что я на каких-то там, вот, прям, очень высоких вибрациях, нет, но я могу сказать, что есть люди, которых я ещё не вижу, но есть люди, которых я вижу, а другие не видят, вот это вот есть, вот, но вы в определённый момент времени тоже, бывает, находитесь на разных вибрациях, сами, сами же находитесь на разных вибрациях, вы, наверное, у вас у каждого было в жизни такое, что вы там с каким-нибудь знакомым или неважно с кем, он там говорит, я там-то был, ты говоришь, о, я тоже там был, как я тебя не видел, было же такое, это как раз, когда мы находимся в одном и том же месте, но вы, например, там задумались, куда-то улетели, ещё что-то, либо он, либо ещё что-то, и как будто, как в разной плотности, могут два человека пройти мимо и не увидеть друг друга, вот, такое тоже бывает, то есть мы не всегда бываем на определённых вибрациях, но бывает, что мы же всё равно с качками, это то же самое, как многие говорят, там я откатился, у меня откат, вы не откатились, это ваш путь, и здесь точно так же путь по разным, вот я бы назвала вот эти вот витки, по разным матриц, по разным плотностям матрицы, кто подписался в клуб, те уже могут посмотреть этот эфир, я там как раз рассказывала про матриц, плотности, да, а сколько у вас задержка дыхания, естественно, вот на выдохе, примерно на вдохе, медленно, ребят, я, знаете, да, я не знаю, я это, у меня же вообще с дыханием другая история, для меня это вообще, ещё до сих пор, огромная радость дышать, потому что я же очень многое, долгое время, не могла нормально дышать, и для меня задержки дыхания, они есть, они есть, особенно когда, например, там поднимаюсь в гору на велосипеде, я бывает, что задерживаю дыхание, чтобы приехать туда, чтобы не запыхаться, а там, наоборот, включаешь дыхание, но это происходит как-то уже больше естественно, и я этого не отслеживаю, то есть я туда не углубляюсь, но знаю, что это, наверное, хорошо. Это очень важно, потому что если она вообще естественно пропадает дыхание, то это и есть вот это естественно самое такое самадхи, что называется, то есть и пронедение, оно идёт дальше уже к этому состоянию без дыхания практически, ну естественно в покое, там сиденье, движение, это безусловно, это безусловно, есть, есть знакомая, которая может спокойно не дышать там и 24 часа, это, мы же дышим-то, смотрите, мы же дышим-то ведь не лёгким, лёгкие нам вообще нужны-то для чего? Для говорения, не для дыхания, для говорения, что мы раз и сказали, раз и сказали, а для дыхания нам долна кожа. Более того, через дыхание идёт система очищения организма. Ну, очищение воды, да, вот этого всего, да. И всё, и не только воды, но и всё. Ну ладно, это уже другая тема. Угу. Вот. Так, как долго можно пить? Я говорила уже, больше месяца, ребят, не надо одну и ту же траву пить, лучше две недели сделать перерыв. Так, а про завиракс никто не говорил, ребят. Завиракс никто не упоминает, что нужен вообще завиракс какой-то для губ. Вы немножко путаете. А масла всякие, да, рекомендуете? Но я говорю, что я разные масла пробовала, абсолютно разные, вот у меня ничего не помогало. Так, если есть вопросы, задавайте. Светлана, я хотел просто сказать о том, что, ну, не договорил в прошлый раз, что длина волос, это не про наше здоровье, а про здоровье наших вынашиваемых детей и уже тех, которые растут. То есть, если женщина распускает волосы, ребёнок больной, она подушечками пальцев может вылечить своего ребёнка. А если она вынашивает его и у неё длинные волосы, то он приобретает от рода интуитивно, психологически, вот эти вот качества хорошие, и так же и крепкое здоровье. Эта информация опять-таки закрыта, но как вы про кровь не можете говорить, так и так же. Понятно. Очень интересно, если вы расскажете эту позицию, там вы же всё равно будете на 21 дне марафоне. Вот, но есть ещё и такая информация, например, видели ли вы когда-нибудь людей без пупка? Я видела. Это не те люди, которые зачаты через банальный секс. Поэтому то, что мы с вами размножаемся через секс, многие, это одна категория тех, кто живёт здесь. А есть другая категория, кто живёт здесь же, которые размножаются уже другим, иным способом, не через секс. Но тут про мужчину то же самое. То есть во время вынашивания женщины ребёнка, он, если прикоснётся к чужой женщине, просто к одежде её, то здоровье ребёнка и его тоже эмоционально вот эти вот пострадает. Поэтому вот проблема то, что сейчас у нас происходит в округе, да, нет здоровых детей. Это именно по этой причине. То есть мужчины не знают, как... Нет здоровых детей, которые зачаты через секс? мужчины... Мужчина... Вот она, если замужем, она уже понятно, что она может забеременеть, поэтому короткие волосы ей не подходят для жизни. А если она хочет путешествовать, то да, это запросто. Можно... Если она не собирается рожать детей, ей можно стричься хоть на волосы. В зависимости от того, как она видит. Я же не знаю, как всё это есть. На самом деле, раз разрешено стричь волосы, то только для того, чтобы... А потом вот этот процесс, что мужчина, прикоснувшийся к другим женщинам, он может прикоснуться, но только к своей матери. А к другим женщинам это всё, конец ребёнка. Ну, опять же, мы с вами рассмотрели ситуацию, когда ребёнок получается через секс. Это же не так давно было вообще, что мы начали получаться через секс. Это тоже можно рассмотреть. Первый раз слышу такое. Вот. Так. Нет, Света, я про то, если выскакивает что-то на губах, то лекарства не понадобятся, если используют массаж и они от трещин, в том числе. Всё, понятно. Ага. Если перейти на разовое питание, то лучше в какое время? Летом это будет приём в 9 вечера, ну, когда солнышко сядет. От чего возникают отёки на еде? Кто говорит, что от избытка жидкости, кто-то говорит, что от недостатка. Отёки возникают на еде от недостатка белка в крови. вот этих вот телец не хватает. То есть это сердце, это не почки, ребят. Это чаще всего сердце не вывозит, потому что кровь принимает другую структуру, другую вязкость, клапан не справляется, и от этого уже он даёт сигнал на почки. То есть изначально это сердечко у нас. Светлана, как же они зачаты, не через секс? Сергей, ну вы же будете на 21 дне? Вот там и поговорим об этом. Да, есть и такие. Вот и среди нас. Вот. Ещё есть вопросы, ребята? У нас как-то трёхдневный этап должен был быть по еде больше, но мы всё больше и больше с вами углубляемся. Вы представляете, что там будет на 21 дне? Мы, видимо, совсем там улетим с вами. Света, а вы обещали рассказать про то, как белок добывать, да, вот если без животных? А, ну, белок добывают. Во-первых, белок он добавляется, добывается, он очень много в обовых, он очень много белка, очень много в зелени. В зелени очень много белка. Причём в зелени, которая дикоросы. Вот в дикоросах очень много. Причём дикоросы есть возможность, наверное, у каждого их где-то нарвать, выехать куда-нибудь, быть за город и посмотреть, потому что я раньше очень занималась, прям вот мне было интересно, что такое дикороса, откуда они, какая трава, что дает, вот, и я одно время, наверное, месяца два жила практически на одних дикоросах, то есть я добавляла какой-нибудь фрукт либо овощ в коктейль, в зеленый коктейль, только лишь для того, чтобы некоторые травы, они горькие, я очень много на себе перепробовала, но это было прям великолепное состояние для меня, вот, больше всего это в траве, конечно, ну и смотрите там в белковых, и еще могу сказать, что когда вы разбираетесь со своей второй половиной, неважно, есть она у вас или нет, к отношению со своей второй половиной, да, так скажем, когда у вас все понятно, как вы относитесь к противоположному полу, все ясно, все четко, все гармонично в вашей жизни, то, как правило, вот эти вот белковые соединения, их становится больше в крови, и сердце у вас работает по-другому, вот это тоже очень важный аспект. Светочка, привет, у меня вопрос такой, я две недели уже соблюдала, что ела только вечером, а все остальное время не, ну, не как бы естественные дни, а теперь, когда я начала пить вот в обед куркуму, то у меня аппетит повысился, то есть я попила, мне теперь есть охота, и от физической нагрузки у меня тоже аппетит появился, сильнее проявляется. Да, это у тебя новый этап очищения идет, то есть ты очистилась до определенной стадии, и вроде бы все, все у тебя, все, что есть в организме, вот эта вот интоксикация, она говорит, ну, хорошо, на это мы согласны, и она у тебя, и все, и закрепилась, а ты раз, пошла дальше, и у тебя опять там бунт начался, а что ж такое-то, ну, давай тогда вот это вот. Да, немножечко силы воли, чуть-чуть силы воли применить. А как ты хотела, да, каждый этап, каждый этап, он будет что-то свое давать. А, поняла, спасибо. Я еще тут, ну, это не вопрос такое, осознание, что вот именно еда заставляла меня почувствовать себя вот живой. Да. Ребята, почему вы думаете, что еда позволяет чувствовать себя живым? Потому что через еду мы себя убиваем. Когда мы себя убиваем, мы чувствуем, что у нас что-то начинает болеть, что-то гудеть, что-то зудеть, что-то еще что-то. И через вот эти вот состояния, ощущения тела мы чувствуем, что мы живы. Понимаете, как это работает? О, круто. Причем я это где-то слышала, но вот это вот осознание именно, когда ты понял на себе, это совсем другой эффект, и теперь это, конечно, всегда с тобой. И я по этому поводу, ну, решила как бы дальше, что меня вот заставляет там еще какой-то интерес, что меня заставляет другое чувство себя живой, и я там пошла в свое увлечение. Ну, я вот так думаю, это же, наверное, тоже очередной как бы этап, очередной такой некий костыль. Нет, костыли, не думайте, что у вас есть какие-то костыли, это этап, если вы будете себя принижать, а зачем вы, когда мы говорим, вот это вот костыль, вот это вот это, это же мы себя обесцениваем эти, то есть я не могу, я могу только с костылями. Зачем себя обесценивать? Чем больше вы себя обесцениваете, тем больше вы привыкаете к этому состоянию. Когда вы привыкаете к состоянию обесценивания себя, вам нужно будет себя всегда чем-либо убивать. Только на этом фоне тогда вы будете считать себя живыми. Когда вы перестанете себя обесценивать, даже в самой, не знаю, там, пошел куда-нибудь, там, не сдержался, там, штаны наделал, и то, говорите, какой я молодец, что я вот не стал сдерживать или не стала сдерживать. То есть любое то, что вы делаете, естественно, не до безумия, да, то есть всегда есть какие-то рамки. Но пытайтесь себя все больше и больше находить именно не том, что вот это вот плохо, да, кому-нибудь ударил там по голове и думаешь, какой я молодец, все-таки я дотянулся до его головы и ударил. Нет. И именно в том состоянии, когда вы что-то сделали вот такое вот, и вы понимаете, что вы по-другому не могли сделать. Ну, например, физиологически не могли сделать. Физиологически не могли уже, например, там, сдержаться, да, и поэтому здесь себя ругать не надо. Это ваша физиология, ваш аватар, это ваша природа, которая на сегодняшний день. И здесь вы ищете то, что хорошо, и всегда вы водите себя. И когда вы привыкнете, что то, что вы делаете, вы хорошо делаете, то, что вы не ели, не ели, а потом там съели курицу, это хорошо, что вы получили новый опыт. Вот всякие вот такие вот моменты, когда вы делаете, вы тогда перестаете себя убивать. Вы думаете, ну, как бы я хороший, делаю все хорошо. И ваш мозг постепенно успокаивается. И он говорит так, ну, все, сюда тогда не полезем, что бы еще заделать. И вы начинаете уже ковыряние в других моментах и вытаскивать уже из другого какой-то новый слой информации, где вы можете что-то новое получить. То есть вы свой мозг уже увели вот от этих банальных зацепок. Поэтому никогда, если что-то делаешь, это не костыль, это твой путь, и он великолепен. Ни у кого такого пути нет, как у тебя. Светочка, спасибо большое. Я помню, мы про это говорили, ну, обо мне на ретрите, но это новая тонкость. Я вот еще за ней не уследила, что про обесценивание. Спасибо тебе огромное и за марафон, и за три эфира в день. Ты их как выдерживаешь? Мне-то тяжело их. Вот, а тебе тоже. И еще больше. В общем, всех благодарю и людей, которые собрались. Спасибо большое. Только вперед. Обнимаю. Все, здорово. А это и есть доказательство того, что Саша Аватарна. Дело в том, что я давно уже смотрел ее ролики, я вижу, что кто где как и на каких вибрациях это говорится. То есть невозможно так говорить, имея другие вот вибрации. То есть вот так, вот так, вот так, вот так именно. И все вот эти подпункты, из них льется самое главное вот эта любовь. Так что ее не скрыть. Спасибо. Так, если при ВИЧ очень низкий иммунитет, а нам ведь это и нужно, почему тогда мы лечим это заболевание? Ребят, с ВИЧ там вообще другая история. Это, я бы сказала, наверное, такая очень большая пиявка в мозгу. Потому что как бы его не лечили, он всегда либо лечится, либо не лечится. Нет ни единого лекарства, который бы... Рак можно травками излечить, еще что-то можно травками излечить. А ВИЧ, если у тебя внутри, если ты в голове не отцепишь эту пиявку, ты никогда из него не выйдешь. Причем ВИЧ, я вам могу сказать, что у меня есть девочка, с которой я знакома. Ей сказали уже несколько лет назад, что как бы с такими показателями ты должна была умереть столько-то лет назад. Невозможно жить. И когда ее видят, у нее чистая кожа, она занимается спортом, она великолепно выглядит. И у них такой дисбаланс, потому что в голове она прожила другие состояния. Сейчас не буду об этом говорить, но она прожила тотальную смерть, и как бы на фоне смерти она видит свою жизнь. Это про другое. А есть другой пример, все вы знаете, да, нашего любимого Михаила. У него по-другому происходят процессы, у него очень жесткие качели. И это тоже его путь. Поэтому здесь нет однозначного решения. Но я могу сказать, что это однозначно, это только в голове. Это настолько вот эта сильная пиявка в голове, которую там не одними травками, если кто-то ему будет сидеть и рассказывать, если его не перещелкнет, то он никуда не выйдет. Это вот такая вот зараза. Да, ребятки, давайте еще вопросик, и буду заканчивать, и буду ждать ваших вопросов на утро. 10 утра, у нас с вами завтра третий день. Можно просто добавить то, что ребята говорили. Светлана на энергии. Я подключилась, когда вы говорили про сухие губы и про гормоны. Совсем согласна совершенно. Сухие пятки. И когда я увидела ваш крем, я побежала в зеркало, схватила, посмотрела. И сейчас вот я смотрю в это зеркало, сижу в другой комнате, и губы совершенно размякли, нет никаких корок, и все как бы ушло. Что вы сделали? Это вообще энергетика у вас замечательная. И группа, поддержка тоже шикарная. Просто сила, ребята, универсальная, вселенская. Правда? Спасибо вам огромное. Спасибо вам, ребят. Сами с собой стали мягкими без корок. А были корки утром? Спасибо. Здорово. Светлана, а что вы скажете о питании квашными ферментированными продуктами? На первых стадиях сыроедения, когда вы переходите, это великолепно. То есть вы подготавливаете свой организм, свою микрофлору, что вот это, к другому питанию. Но потом у вас это отпадет, потом вам не захочется. Вам не захочется этих вкусов. Вам захочется просто получить от какого-либо продукта какой-то энергетический заряд. И вы будете смотреть уже не на вкус, не на цвет, не на сколько его по количеству, а именно что он вам дает. И это уже другая стадия будет у вас. А пока, если кто-то на начальных этапах сыроедения, великолепно. Вопросов пока больше нет. Ребят, ну что, буду закругляться я? Пойду я ко мне, ребята, гости приехали. Пойдем мы гулять по ночному Сочи. Если кто-то хочет, присоединяйтесь. И всех обнимаю. Завтра в 10 утра также у нас с вами эфир. Все, всех вас жду, жду ваших вопросов. Все, всех обнимаю. Кто заходит на 21 день, то пишите в личку и все, это кидайте и все. Будем с вами потом дальше идти в 21 день. Спасибо. Спасибо огромное.